Традиционно в каждом эфире мы говорим о том, что происходит на фронтах украинских. Коллеги, покажите, пожалуйста, сейчас карту. Это карта Американского института изучения войны. Начнем с, собственно, Харьковского направления, как раз Харьковской области. Генеральный штаб Вооруженной силы Украины, говоря о Харьковском направлении, заявляет, что российские войска ведут штурмовые действия по направлению Кочубеевка, Дементьевка. Я напоминаю нашим зрителям, что вот та территория, которая обозначена голубым цветом, это территория, которая была освобождена Вооруженными силами Украины. Тем не менее, Харьков обстреливается. Сегодня мы говорили о том, что в городе были слышны взрывы. По сообщениям СМИ также сработали силы противовоздушной обороны. Переходим, давайте ближе еще к славянскому направлению. Генеральный штаб Вооруженной силы Украины говорит о том, что противник, то есть российская армия пытается усовершенствовать систему логистического обеспечения. Обеспечение на именно славянском направлении. Также ранее американский институт изучения войны, эксперты американского института изучения войны говорили о том, что Славянск это стратегический город для Вооруженной сил Российской Федерации. Именно его в ближайшее время попытаются пойти в наступление как раз по славянскому направлению, попытаются оккупировать город, российские войска. Естественно, ни о каком освобождении речи не идет, которое звучит в заявлениях пропагандистов Кремля. Город обстреливается постоянно, скажем так, местные жители говорят о постоянной опасности для жизни. Как раз и наша коллега Алена Грамова также рассказывала о том, что ситуация в городе крайне сложная. В Адимлях местный мэр также рассказывал и в наших эфирах о том, что происходит. Давайте сейчас посмотрим, что происходит у нас на Лисичанском направлении. Мы слышали заявление и нашей коллеги Анастасии Волковой о том, что да, ситуация сложная. В Лисичанске город буквально почти окружен Вооруженными силами Российской Федерации. Видим сейчас территорию города. Да, это последний большой город, который остался в Луганской области под контрольным вооруженным силам Украины. Город находится под постоянными обстрелами. Мы также часто обращаемся к Сергею Гайдаю, который рассказывает о ситуации в Лисичанске. Сергей Гайдая – это глава Луганской областной военно-гражданской администрации. Сергей Владимирович говорит о том, что ситуация крайне сложная. Российские войска пытаются зайти в город, идут бои за Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, город обстреливается. Лисичанск – это высота, стратегическая высота для войск как Украины, так и войск Российской Федерации. Ну и таким образом Вооруженные силы России пытаются все-таки совершить, выполнить приказ главы Российской Федерации, я так понимаю, представители Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации о взятии Луганской области. Давайте перейдем также еще, посмотрим, что у нас на других направлениях. В том числе можем посмотреть сейчас на Херсонское направление. Одно из самых успешных для Вооруженных сил Украины постепенно освобождается все больше и больше. Херсонская область, как мы видим, напомню, что Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины, в своих недавних заявлениях говорил о том, что город видно с бинокля. Даже вот такая ситуация, еще раз напоминаю, голубым цветом отмечена территория, которая уже освобождена Вооруженными силами Украины. Ну и вот подобная ситуация, давайте покажем детальнее, по пунктам, по населенным пунктам, которые освобождены Вооруженными силами Украины и будут далее освобождаться. Напомню, что Кирилл Буданов, начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины, говоря о сроках освобождения Херсона, заявлял примерно август. Естественно, ситуация может меняться. Понятное дело, она зависит непосредственно от силы Вооруженной силы Украины, от того вооружения, которое есть у Украины, насколько быстро и эффективно оно приходит в Украину. Но если говорить об эффективности, Вооруженные силы Украины эффективно уничтожают точки Вооруженной силы Российской Федерации, в том числе, ну и, естественно, в технике. Еще одна точка, которой нет, если мне не изменяет память на этой карте, но она довольно стратегическая, и в последнее время о ней много говорят, это остров Змеиный. Остров, который Вооруженные силы Российской Федерации покинули, ну как, по крайней мере, по заявлению господина Коношенкова, это спикер Минобороны Российской Федерации, покинули по доброй воле, жест доброй воли сделали, вот, правильно, коллеги как раз показывают, находится он в Черном море, если мне не изменяет память, вот как раз вот эта точка, отмечена она, наверное, голубым цветом, там она небольшая, да. Вот это и есть остров Змеиный, тот остров, за который шли долгие бои, Вооруженные силы Украины смогли освободить остров от представителей Российской Армии, в том числе, благодаря украинской разработке гаубицы Богдана. По словам главнокомандующего Вооруженной силы Украины, генерала Валерия Залужного, именно в том числе, благодаря украинской разработке, не только, конечно, но вот среди прочего и Богдана помогало довольно эффективно выместить из Змеиного Вооруженные силы Российской Федерации. Добавлю, также мы сегодня уже об этом говорили, что российские войска обстреляли Змеины с помощью фосфорных бомб, но по своей доброй традиции даже в остров они не могут попасть. Попали в Черное море частично и частично обстреляли сам остров. Я так понимаю, отчитались уже в Минобороны Российской Федерации. Спасибо, коллеги. Вот как раз это видео опубликовано оно главнокомандующим Вооруженной силы Украины, генералом Валерием Залужным, также в социальных сетях Вооруженной силы Украины оно было. Вот буквально на первых кадрах видно, как бомба одна из падает в Черное море, скажем так. Настолько, видимо, небольшой участок суши, что даже по нему попасть тяжело. Вооруженным силам Российской Федерации мы знаем, что точность это точно не про Вооруженные силы России, скажем так. Точка стратегическая, пока что живая сила, украинская армия не занимает ее. Я думаю, понятно почему, потому что будут продолжаться обстрелы Вооруженных сил Российской Федерации, острова Змеиный. Но, я так понимаю, отчитались уже, скорее всего, для Министерства обороны Российской Федерации, там, не знаю, авиация, наверное, Россия о том, что уничтожена и живая сила украинской армии, и, наверное, снова стая байрактаров, как обычно об этом говорят российские пропагандисты, и в том числе господин Коношенко. Вот такая ситуация у нас на фронтах по состоянию на 2 июля 2022 года.